Почти две тысячи учеников. Седьмая общеобразовательная школа – одна из самых многочисленных в Анапе. Не только уроками живет здесь дружная школьная семья. Развита дополнительная внеурочная деятельность – творческая, интеллектуальная и спортивная. Долгожданным подарком от городских властей в этом году стало начало капитального ремонта бассейна. Мэра города встречает представитель компании, которая координирует строительно-монтажные работы. Сегодня зашли электрики. Там оборудование тоже менять будут? Оборудование полностью делает та же подрядная организация, которая делает… Что и на том бассейне? Да, что на бассейне. Краснодарцы проверены. Расселки. Пока рабочий демонтирует старое плиточное покрытие и внутренности бассейна. Все системы и коммуникации заменят. На смену устаревшему придет современное оборудование. Город готов добавлять недостающее финансирование, подчеркивает глава курорта. Сегодня приезжали представители организации, которая будет монтировать оборудование. Они поставили задачу сбить вот эту часть, здесь была бетонная, ее сбили. Под них специально зачистили дно бассейна. То есть все четко под их требования. На бассейне делается новый проект, потому что предыдущая смета была чуть-чуть некорректная, да. Еще сделана по советским каким-то требованиям. Оборудование будет применяться в Испании. С директором школы Ольги Казаковой Сергей Павлович выходит на школьный двор. Скоро здесь установят воркаут-площадку. Пять комплектов спортивного развивающего оборудования она пополучила бесплатно, приняв участие в социальном проекте «Поколение спортмастер». Здесь поднимем немножко бортик вот так вот, чтобы зафиксировать. Сколько вы говорите, 8 на 9? Должно быть 8 на 9, а здесь 9 на 10. Ну, отлично. Да, то есть еще и с запасом. И вот эти вот части, которые, они в советских временах скопанные, они очень крепкие. Если на них привесить, то их же понадобится. Так а может быть, вот это не трогать, может, вот эту площадку использовать? Ну, почему-то решили, сказали, что вот это пожарно-прикладные виды спорта, они сейчас точно не будут использоваться, и в спорткомплексы приходили. Здесь нужно канаты, чтобы... Вот и я сказала, может, оставить те же канаты, те же колеса. А вон площадка пустая. А железа такого нету сейчас нигде. Да, толсостерного. Их покрасить, и пусть они в таком виде не будут. А вот там, а вот там поставить площадку. А там пустая площадка, я согласна. Давайте так и сделаем. Применение надо найти и оставшимися с советских времен спортивному оборудованию. Дети с удовольствием будут осваивать усовершенствованные турники, висячие канаты и веревочные лестницы.